здравствуйте в нашем ассортименте большой выбор домофонов электрозамков и клиентов часто возникает вопрос какие еще до покупки даже оборудования какие провода закладывать во время ремонта на домофон электрозамок и на прочее оборудование в квартире вот наш сайт телефон звоните подскажем вот но такой общий вопрос я решил осветить на значит на листочке это намного лучше чем просто сухо рассказывать по по телефону даже на пальцах объясняй как все подключается у нас есть монитор начнем с него монитор может быть любой но желательно за монитором поставить распаечную коробку лучше более длинную потому что под проводов будет сводиться за монитором ну много реально много можно рассчитывать когда устанавливать монитор что монитор устанавливается приблизительно на высоте полтора метра от от пола и центр распаечной коробки находится по центру монитора ну полтора можно там метр шестьдесят то есть это не так принципиально ну нужно учитывать что если вы повесить слишком низко то у монитора у многих мониторов очень маленький угол обзора по вертикали но мы сейчас не про это поставили распаечную коробку для питания монитора нам нужно питание 220 вольт мы в эту распаечную коробку привели 220 вольт это будет пвс или шввп 2 или 3 на 0 75 но 2 это минимально необходимый 3 это излишек потому что защитного заземления подключить к монитору не получится его там просто нет значит нам нужно подключить вызывную панель это обязательно и без этого домофон нет смысла ставить за мной панель вот так не она не будет камера стоять кнопка вызова потому на вызовная панель микрофон и динамик вызовная панель подключает ну также сводятся провода в распаечную коробку вызовная панель подключается проводами квк или ютепи шввп извиняюсь швв даже к спв но в меньшей степени многие советуют только использовать квк в принципе это верное решение по квк томофон и вызовная панель будут работать точно хорошо но вполне хорошо работает и по проводу ютепи поэтому можно использовать ютепи тем более там много запасных жил и возможно что то еще можно будет подключить допустим использовать ютепи для передачи питания на кодонаборную панель об этом чуть дальше от блок питания установить в распаечную коробку монитора маленький блок питания моллюск какой-нибудь возможно такие варианты значит четырехжильный провод должен быть это самое главное 4 жилки от распаечной коробки от монитора получается до вызовной панель у нас есть нижний подъездный домофон тут вот его нарисуем он же нижний поэтому снизу рисуем да нижний подъездный домофон они бывают двух видов цифровые и координатные от всех дома вот этих под домофонов идет два провода если нету видео если есть видео то есть два провода сигнальных где аудио передается и два провода под видео сигнал эти провода обычно идут слаботочном щиту слаботочном стыке и вам нужно протянуть от распаечной коробки до вот этого слаботочного щита провод такой же ютепи четырехжильный такой же как и на вызовную панель почему потому что адаптер не всегда получится ну так как тут много проводов разместить в распаечной коробке и адаптер согласования с нижним подъездным домофоном часто удобно разместить слаботочном щиту значит это адаптер мск для координатных мск для цифровых он переделывает два два провода не очень удобно рисовать два провода нижнего подъездного такой в четырехпроводную систему видеодомофона это у нас тут два провода значит очень часто домофон используют совместно с электрозамком электрозамок может быть как механический так электромеханический так и магнитный в общем то если это электромеханический то можно просто использовать одна вызовная панель там стоит бус и электрозамок пожалуйста один из вариантов такой ну давайте сейчас так и нарисуем бус бус и замок вот вот так вот мы соединили у нас может быть вторая эта панель может стоять непосредственно в квартиру да но без замка одну и это же четырьмя жилами если мы хотим подключить вызывную панель сразу на нескольких абонентов то можно рассматривать есть такие панельки разных производителей аналогично по вот этой схеме допустим панели сетеве и тантос работают и получают питание от домофона подключаются к монитору домофона также четырьмя живыми точно такими же к в каю теперь и кс пв мы можем подключить к панели на сразу на нескольких абонентов электрозамок допустим магнитный но не напрямую а через какой-то контроллер контроллер может быть типа за 5r магнитный замок допустим через контроллер или мы можем поставить код наборную панель хороший вариант очень удобно пользоваться с кнопочками код набрал зашел мужа мусор пошел выносить дверь захлопнулась спокойно код набрал и зашел код наборную панель сложно оставить не закрытый потому что стоит доводчик он плавно двери закрою доведет и дверь закроется меньше хлопает то есть в общем то одни плюсы но много плюсов не одни минус только в том что если свет выключат двери будут остаться открытыми код наборной панели нужно питание 12 вольт также подключается двумя проводами магнитный замок но это все рядом с дверью поэтому это обычно уже кто устанавливает магнитный замок это все проводит и заранее закладывать эти провода не требуется двумя проводами пвс швп стандартными питаниями до подключаем магнитный замок нам нужно будет 2 2 жилки провода любых абсолютно из витой пары достать подключить вызывную панель к код наборной панели вот эти 12 вольт откуда нужно взять где-то должен стоять блок питания чтобы сюда подать 12 вольт лучше всего это встать в распаечный слаботочный щит где мск стоит там же и блок питания или в щите блок питания подключается в 220 и выдает под нашу систему 12 вольт соответственно туда протянуть к электро замку 12 вольт не забудьте я говорю что блок питания может и мск могут стоять за домофоном вызывной за видео монитором в распаечной коробке но под два адаптера там места не хватит под мск и под блок питания места там не хватит значит вот такая схема подключения хочу сказать что вызывные панели тантос и сетеве они требовательны к производителю производителю мониторов то есть они работают не со всеми мониторами поэтому в общем то нужно или сразу устанавливать или соседи предупредить что монитор должен быть вот таких-то производителей тогда вы сможете подключиться на сразу четырех абонентской панели хочу заметить что у нас вот для таких систем сразу на несколько домофонов у нас действуют хорошие скидки и вы сможете приобрести по самой выгодной цене домофоны тантос и сетеве вот этих производителей выбирайте пожалуйста у них хорошие вызывные панели именно поэтому и предлагаем интересные цены на это оборудование есть вызывные панели на несколько абонентов а в п такие российские активижен производитель хорошие панели но у них эскетичный внешний вид но зато не антивандальный более антивандальные чем китайские панельки у них камера имеет маленькие углы обзора в отличие от сети вишных и тантоса панелей и некоторые домофоны некоторые вызывные панели это большой плюс имеют сразу встроенный контроллер то есть не нужно устанавливать кода наборную панель просто приложить электронный ключик к этой панели как игра отдельно можно поставить все что угодно хоть код наборной панели хоть под ключики есть еще российский производитель volex gsb панели выпускает у них есть возможность нам панели где пять кнопок набрать код из пяти кнопок то есть ты прям вызованы же кнопки вызова квартира на зажимаешь и так код набираешь не знаю насколько это удобно мне никогда не не нравились но имеют свои преимущества там подсветка номера подсветка номеров квартир достаточно яркая спасибо за внимание надеюсь эта информация была вам полезна